Все осадки собираем вот в такое ведро пластиковое, потом выливаем в бутылочку и относим в лабораторию. Определяется на кислотность осадков. Как правило, у нас в Самаре все нормально с кислотностью. Рабочий день Михаила Давыдова начинается с осмотра всех приборов на метеорологической площадке. Здесь синоптики наблюдают за погодой, поэтому исправная техника очень важна. Михаил – начальник объединенной гидрометеостанции «Самара». Под его руководством трудятся 9 человек. Он – метеоролог с 45-летним стажем. Никогда я не пожалел о выборном жизненном пути. Я считаю, что так и должно было быть, раз уж так получилось. Совершенно не жалею ни о чем. На метеоплощадке измеряют высоту снежного покрова, температуру воздуха и почвы, уровень радиации, продолжительность солнечного сияния, количество выпавших за сутки осадков, скорость и направление ветра. Для каждого показателя свои приборы. Все они расположены так, чтобы не оказывать влияние на показания друг друга. Два самых важных прибора находятся в психрометрической будке. Это главный термометр губернии и гигрометр. Не уступает им важности и осадкомер Третьякова. Его метеорологи используют для замеров круглый год. Тут стоит обычное ведро, оцинкованное. И вот этим ведром мы определяем, сколько выпало осадков в Самаре. Вот сюда попадает или зимует снег, или летом дождь. И мы в носик выливаем осадки, но снег, естественно, растапливаем, и определяем в миллиметрах, сколько выпало осадков. Очень точно. В 63-м регионе 12 метеостанций. На всех круглые сутки работают специалисты, чтобы точно прогнозировать погоду. По словам синоптиков, полное таяние снега в Самаре ожидается в середине апреля. Мэри Елчан, Николай Сидоров. События.